на днях были заморозки я решил собрать урожай тыквы фиголистной уже далеко не лето конец сентября был первый заморозок и как книжка пишет тыкву фиголистную нужно собирать тогда когда завяло почернело листва на растении я как обещал показываю свои результаты перед этим хочу показать вот участок где росла у меня съедобная тыква сладкая нужно отметить что тыквы тыквы у меня росли практически в диком виде была только одна обработка в начале лета и все я участок полностью этот забросил и она росла все так как росло после жесточайшей засухи у меня место съедобной сладкой тыквы на участке вырос в прямом смысле слова один хрена чтобы не быть голословным никто не сказал что я ругаюсь вот пожалуйста один хрен кроме хрена у меня здесь ничего нет сладкая тыква не то что не дала плодов она сама вся засохла и фактически исчезла от желудевой тыквы остались вот такие от плодики реально не больше желуди вот так вот уродила тыква сладкая съедобная такого размера и больше ничего не нашел кроме всех всем известного растения который очень хорошо потреблять вместе с холодцом шикарный хрен вырос ну и на том спасибо теперь после осмотра урожая тыквы сладкой в таких же условиях условиях росла и тыква фиголистная вот участок где росла фиголистная тыква я не собирался ее в этом сегодня собирать поскольку я надеялся что она дальше будет расти я читал что она морозово не боится и после заморозков продолжая дальше созревать но как видим не знаю из-за чего то ли из-за заморозка то ли за засухи на листья все листья пропала как пишет книжка после пропажи листвы нужно собирать плоды я взял мешочек побродил по травке думал может быть что-то найду но как на поле за разы закрывает ну и в корректе мы помним там вот в столе и там и встать в кружки на берегу кружки но как бы там все проделали то что мы здесь все проделали а теперь вот я нашел мешочек и то что в мешочек не влезло и пришлось идти за тачкой вот с такого маленького участка здесь буквально 2 на 3 все в траве все заросшим точно так же ничего не обработанном как и в случае со съедобной тыквой человеческой сладкой тыквой и вот такой результат если сравнить этот результат с нолем то я считаю что урожай тыквы фиголистные стремится к бесконечности значит сейчас еще главный вопрос решить не только как она растет и как она держит засуху засуху она держит лучше чем я ожидал это вообще не всяких не конкуренции этой к вам теперь еще сдать тест на вкусовые качества внутри и это тыква мой клиент постоянные жителям моего огорода ну и вот тестируем вкусовые качества тыквы фиголистные на таких вот зверях достаточно голодных хотя по количеству зеленой травы и по количеству зерна не скажешь у них что они голодные но по крайней мере любопытно это это уже хорошо берем тыкву самую я выбрал самую маленькую я ее неделю назад где-то примерно придавил ногой плеть и она завяла семечка уже сформирована но еще не черные разрезали пополам она тыква достаточно сочная говорят что она деревянная ничего подобного она не деревянная она достаточно сочная наверно видно как блестит сок просто капельками выступает сок может конечно она и будет деревянная через год хранения но пока пока так открываем открываем и пытаемся дать вот так еще одну он но держи отлично все просто супер взрослая внутри ушла решила бросить этот весе детский сад что происходит тыквой убирают забирают тыку убирают ну что я вам следующую резать не буду это тыква это просто это эксперимент так что делитесь делитесь сами как хотите о все моя моя это все мое вот жадный какой тут одно обидели а там а там две внутри начинают терзать одну тыку половинку тыквы так что эксперимент прошел я считаю удачно заберем сейчас на держи я считаю что экзамен тыква прошла более чем и назад сухоустойчивость что очень важно в наших реалиях очень важно на сухоустойчивость и на вкусовые качества внутри просто без ума а тыквы даже даже не не думали вот так эксперимент с тыквой фиголистной прошел лучше чем я ожидал и со следующего года я засажу участок уже по-настоящему кормовой для нутрия они экспериментарные как в этом году всем спасибо за внимание и терпение с с с с с с с с с Продолжение следует...